Вы не молитесь святым? Не молитесь. Может быть с ним на всякий товарищ, который еще не совсем товарищ, кто его знает. Может быть какие-то 16-м святым. Может Оу-Мартин Гютер молитесь на нас за реформацию сегодняшнего дня. Не молитесь? А может молитесь? Или Николаю Курничку или кому-то еще. Не, ну мало ли. Я понимаю, что это евангельское заведение. Если даже кто-то молится, то кровь его на нем будет. Его проблемы лично будут. Но вообще-то подобная молитва, кому бы то ни было, помимо Господа, абсурдная совершенно молитва. Бессмысленная и нехристианская совершенно явление. В христианстве сегодня, к сожалению, в историческом христианстве она очень популярная вещь. То есть это не христианство, но оно настолько стало как бы частью исторического христианства, что оно большинству людей, называющими себя христианами, кажется христианским вообще. Даже вот здесь вот, даже вот рамяне, да, вот взять храмы. Красивый храм. Но, опять-таки, я вот в том григородстве не был, вот здесь в Промославном был храме, значит, и у отца Михаила в гостях, значит, в тот раз. Вот, да, хороший батюшка, хороший храм. Мне понравился, как художнику понравился храм, конечно. Оформление, но, опять-таки, там икона того-того-того-того святого, праздники того-того-того-того святого. Этот калейдоскоп пестрый, знаете ли, как некий такой, ну, как некий фильм ужасов, что ли. Почему ужасов? Потому что за этой красивостью прячется действительно мракомесие того, что Иисус, знаете ли, как вот получается иголка в стадусе. Вот, ладно, я Слово Божие читаю, я понимаю, что, значит, я только лишь к Богу прощаюсь, вот, последних 20 лет этих, по крайней мере. Вот, но я прекрасно понимаю, по своей прежней церковной православной жизни, вот, первых 10 лет моего служения, когда я молился, как и тысячи моих коллег разного рода, последних, там, ходатай. Я понимаю, что это очень красивый обряд, красивое служение, красивое, пленительное такое, знаете ли, обольщение, но это грех, и имя этому греху, если вот так вот одним словом очень так назвать, вообще, ты называешь все своими именами, то все как-то, не знаю, проще, что ли, становится. И с этим лучше разобраться, ну, лично себе пока не разобраться проще. Мне было так, по крайней мере. Одним словом назвать этот грех – это многобожие. Многобожие. Почему многобожие? Даже если подавляющее божество обращается к умершим святым как посредником к Богу, знаете ли, это все многобожие. Потому что человек, он молится, он обращается, и большей частью даже многие православные католики, они связывают, как и я раньше, прежде, связывают многие чудеса, допустим, какие-то…